Утром проснулись, надели свои гимнастерки и брюки. Ничего не взяли с собой, не положено. Ложки за голенище воткнули, и всё. Сустрача проходила в форме диалогу по коленю. Деветераны и военные медсестры делились оперожитым. Коли подшиналось наступление, пораненные поступали у шпиталь потоком. Хирурги працевали по некольки суток за пар и не отыходили от операционных столов. Спали некольких один у кутку и снова проступали до работы. Были дни, коли на одну медсестру доводилось по сотне пораненых, и кожному была потребна увага. Мы жили в госпитале, мы не ходили ни в кино, ни на танцы, у нас ничего, даже в голову не приходило, да и некуда было. Помогали, перевязки подправляли там, где кому надо, где покормить надо, где что-то рассказать, кому-то письмо написать. А то еще раненый просит, вот лежит такой мальчик, да, раненый в обе ноги и просит, сестричка. Я еще ни разу с девочкой не целовался. Поцелуй меня, пожалуйста. Ну и что ты сделаешь? Я еще сама не целованная была, но целовала. При подготовке мероприемства выкористаны материалы книги и шли по войне девчаты Бариса Далгатовича. Она присвечена роли женщин у годы Великой Ачины войны, их укладу у перемогу. Будучи медикам, эта тема близкая. Многие выбрали свою профессию, минавиты на прикладе военных медсестер и урачов. Дедушка воевал на разных фронтах, также он участвовал в штурме Берлина, где был ранен. Ему дали, его наградили орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Моя прабабушка работала санитаркой. Она помогала людям, она спасла немало жизней, в общем-то поэтому я и выбрал этот путь.